Субтитры сделал DimaTorzok Важно и откадрового вопроса Как они смотрят Ну и в целом Посмотреть на западный КНК Это что у нас Вот Совет Европы Россия вступила в Совет Европы Казалось бы Вот Совет Европы Что можно посоветовать Но давайте чтобы блок НАТО Не наступал на границы России Наступает Наступает везде И сейчас Усилено патрулирование В несколько раз усиливается И численность и ракеты И самолеты И патрулирование на кораблях НАТО наступает А что на Совете Европы? А на Совете Европы России уже два года Нельзя говорить Но если нельзя Говорить Казалось бы Ну и вышли из Совета Европы Нет Мы давайте будем молчать По 32 миллиона евро Каждый год платить И вот уже Сергей Нарышкин Говорит А вот в этом году Мы уже заплатим Не 32 миллиона евро А одну треть только А остальное из пенсионеров Мы подумаем Так почему бы такое Мы миллионы Десятки миллионов евро Туда везем Чтобы оставаться в Совете Европы А права голоса нет Какой же это совет Если права голоса нет? Нет Продолжаем Везти туда То есть И вот если Так будет рассматриваться То конечно Никакие Предложенные меры Ни со Столыпинского клуба Борисом Титовым Ни даже Дерибас Которого мы вспоминали Ни Советника президента Академика Глазио Никакие меры Не пройдут Наша вот Позиция Конечно Чтобы на уровне Исполнительной власти Обсуждался И принимались Действительно Неотложные меры Распадется Россия При всех ее победах И за этим будут стоять Люди Где вежливое Безразличное отношение К происходящим вопросам Потому что Действительно Это очень мощные Должны быть меры Мы вот говорили Об этих мерах Ну давайте Что Есть другие меры Давайте другие Еще есть меры Давайте еще Но это Быстро Надо На исполнительном уровне Это быстро На законодательном уровне Четыре партии Представлены У нас В Государственной Думе Ну вот Кажалось бы Давайте Обсудим Вот Уже наработка Уже многие Мы предлагали Меры Другие Предлагали Меры Сергей Глазев Предложил И речь Называлась О неотложных мерах По отражению Угроз Существования России Давайте Давайте вот сейчас Быстро Обсудим Что-то дополним Что-то Я думаю И двинем На законодательном уровне Что такие-то партии Начиная от КПРФ Мы поддерживаем Или не поддерживаем Нет Ничего Не происходит А что В альтернативе В альтернативе Проводится Крупномасштабный Дорогостоящий Форум Экономический Гайдаровский Форум Он Казалось бы При Гайдаре При Кудрине Который был назван Лучшим министром Да конечно И И Горбачев Который Участвовал В развале Советского Союза Конечно И Нобелевские Лауреаты Будут И оценят Хорошо Вы главное Разваливайте Россию Чтобы Россия Отставала Не развивалась А вам И министром Скажем Лучший И Все Нобелевские Получите Все получите И по теневой экономике Не исключаю Что могут тоже Предложить Получить Вы главное Делайте Чтобы Производить Россию Что По Гайдаровскому Форуму Какие Предлагают Миры Вы можете Мне Кто-нибудь Сказать Мощный Прошел Форум Экономический Какие Конкретные Миры Где Эти Миры Обсуждаются Или Они Вводятся Где Где Как говорят Маша Да не наша Маша Гайдар Которая Назначена Уже У Саакашвили Замом Одесской Области Да Одесса И Одесской Вице Губернатор Здорово Поэтому Конечно Вот С таким Подходом Движения Не будет Поэтому Конечно Посмотрите Если на Рабочее Движение Вот Шмаков Только что Встречался Сейчас На высшем Уровне Руководителя Профсоюзов Что Товарищ Шмаков Какие Ты Сказал Вот Мы Согласны С неотложными Мерами Которые Предложены Вашим Советникам Владимир Владимирович Или мы Дополнили Вот это Исключили Это же Мощные Профсоюзы России Нет Вот Проходит Нижний Новгород Российский Комитет Рабочих Но Сказать Что Россия Большая Туда Рабочие А уж Рабочие Движения Там Учат Чем Учат Как Отстаивать Рабочие Движения Профсоюзы Отстаивают Как Чтобы В то же Время И был Контроль Разве Можно Скажите Пожалуйста Если Даже Какие Меры Будут Предложены Контроль Осуществляет Тот Орган Который Придумал Господствующий Класс То есть Буржуазия Конечно Он Будет Малоэффективный А если Еще Добавить Со стороны Другой Орган Со стороны Противоположного Класса Рабочих И Эти какие-то Органы Еще Будут Контролировать А как же Буржуазия Сколько Выводит За рубеж Денег Сколько Оставляет В России На развитие Как Идут Аморационные Отчисления Как Идет Программа Ведь Почему Мы Говорим О программе Потому что Будет Конкретная Последовательность Действий Будет Конкретные Ответственные Лица По Каждому Направлению Будет Определенные Сроки Будет Под эти Сроки И под Эту Программу Финансирования И тогда Может быть Хорошо И рабочее Движение Будет Контролировать Наряду Со всеми Другими Контролирующими Органами Со стороны Власти Это же Только Будет Плюс Потому что Все же Заинтересованы Чтобы Россия Развивалась Но вот Если Вот так Подходить И если Вот это Все таки Мы Доведем До логического Завершения Что В России Будет И программа И будет Сейчас Обсуждаться И потом Приниматься Неотложные Меры Будет Большая Победа Спасибо за Внимание Спасибо Борис Николаевич Вопросы Можно Пожалуйста Извините Пожалуйста Извиняю Пожалуйста Вы думаете Что Если Если бы Выполнены Были все Эти меры О которых Вы говорите То Ситуация Как-то Бы Изменилась К лучшему Конечно Меры Принимаются Меры Принимаются Для того Чтобы Ситуация Изменилась Лучше Конечно Можно Вы совершенно Правильно Говорите Можно И другие Меры Принять В интересах Западных Стран Западной Экономики А что Вы думаете Таких Мер Не Могут Не может Быть Конечно Поэтому Я говорю Надо обсуждать И на исполнительном Надо И на исполнительном Надо Их Взвешено Вот Я считаю Меры Советника Президента Академика Глазия Это взвешенные Продуманные Меры Но Предела Совершенства Нет Можно Еще Конечно Если бы он Предложил Под эти Меры Сразу же Проект Какого-нибудь Решения Постановления Или Распоряжения Председателя Проекта Тоже Хорошо Было Но Не Подложил Но Предела Совершенства Нет А Сами Меры Очень Продуманные Взвешенные И уже Можно Шагать По Этим Вопросам Но Пока Не Шагаем Пока Как мы Говорили Вот Прозвучали Они На закрытой Межведомственной Комиссии К Совбеза России А Должны На Большом Совете Под Председателем Самого Председателя Совета Безопасности России Президента России Должны Рассматриваться На Большом Совете Но Я Пока Не Слышал Что Будут Рассматриваться Потому Что Многие Конечно Постараются Их Чтоб Не Обсуждалось Чтоб Больше Не Звучало И Я Не Исключаю Что Может Как Вот Как Вот С Концепцией Все Ее Не Вспоминали Не Один Год И Уже Забыли Все И С Другими Вопросами Как Бы С Извините Пожалуйста Можно Реплику Еще Выступление Потом Вопрос Сейчас Видимо Я задала Вопрос Так Что Вы Не Совсем Поняли О чем Дело В том Что Я Задала Вопрос Не По Поводу Того Что Ну Как Б Против Этих Мер Выступать Я Считаю Просто Что Это Ну Утопия Самая Настоящая И Даже Если Были Приняты Все Эти Меры То Ничего Бутного Из Этого Все Равно Не Ушло Вопрос 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 Это Выступление Ну Ладно Следующий вопрос Считаете Вы Что Эти Меры Будут Какую Пользу Принесут Трудящему Сонаселению России А Мы Перечислили Меры Те Меры Которые Перечислили Конечно Я Считаю И Многие Будут Считать Что Это Меры Которые Принесут Пользу Но Для чего Поэтому Я говорю Надо Обсудить И Принять И еще Под Контролем В том Чисто Рабочее Движение Чтобы Эти Меры Были Осуществлены Потому Что Угроза Такая Что Могут Как Концепция Социально-экономического Развития Страны До 2020 Года Вот Она Все И опубликована И все И Владимир Владимирович Подписал Представьте Какое Противодействие Все И никуда Не пошла Вопрос Такое У меня Не считаете Что Позиция Президента В данном Случа Является Просто Как бы Так сказать Тель на плетень Навести То есть Покрывая Вот Заявлениями И Призывами Такими По сути дела Происходящие Все Вот эти Процессы Стимулирует Ну Я вам скажу Что Вот Как Человек А мне Приходилось С ним Работать И общаться Не только В официальных Кабинетах Но и Не в официальных Кабинетах Это по сути Очень порядочный Человек Он Правильный Человек Но надо Понимать Он же На службе У господствующего Класса Буржуазии И конечно Он Будет Интересы Не только Всего Народу И В первую очередь Буржуазии Та Которая Делает Ставку На него Сказать Что концепция Была неправильна Концепция Совершенно Правильна До 2020 Года Подъем Российской Экономики Как раз Она Перехлестлась Которая Сейчас Объявили Программы Импортозамещения Очень здорово Но это же не идет То есть Это значит Идет борьба Идет борьба Даже в ближайшем Окружении Которые мы не видим Которые Не позволяют Ему сделать Ведь В том числе Как мы Говорили Когда-то Есть Национальная Буржуазия Есть Камбрадорская Буржуазия Одна за развитие Своей экономики Ведь При капитализме Государственная Собственность Это чья Собственность Класса Буржуазии И господствующего Класса Дайте им Госзаказы Не уводите Деньги За границу Путин За это За это Что он не призывает Вернуть Как мы сказали Из обшорных зон Или капитал Вернуть Ну не идет Ну не идет Это же хорошее То есть Надо борь Надо помочь Надо помочь Президенту Вот Вот У нас находится Михаил Васильевич Вот Санкт-Петербургский Государственник Который Сейчас запомню Который заканчивал И президент И председатель правительства И патриарх Всея Руси И Ленин Заканчивал И многие министры Вице-премьеры Заканчивали Так вот С каким трудом Михаил Васильевич Говорит Какая тема Международной Конференции Научно-практической будет Говорит Социальная философия И развитие России Вот рассматривалось К 70-летию Рассматривалось Развитие России Много там В Санкт-Петербургском Госуниверситете Рассматривается В ведущем университете Страны О развитии России Нет Головы Настроены На что угодно Только не на Какие меры Что надо сделать Для развития России Но если В ведущем Грузии так Это Михаил Васильевич Молодец Вот он двигает Вот это И вот Выступили на эту тему А так бы выступали По другим Вопросам А Россия Пускай Значит Сползает И дальше Вниз Поэтому Помогать надо Вот Госуниверситет Это буржуазный же Университет Буржуазный Ну вот Конференция такая Помогает Ну особо Не хватает Предложения советника Не хватает Не хватает Что говорить Пожалуйста Последний вопрос Мне хочется Довести эти вопросы До логического конца То есть Если бы все Эти меры Были выполнены То капитализм Делается Приемлемым Терпимым Переносимым С ним можно Ужиться Тогда получается Подружиться И тогда Борьба за социализм Снимается С поездки дня Нет Конечно Мы говорили Что это Самый совершенный Капитализм После самого Совершенного Капитализма Государственного Монобалистического Капитализма Дальше Опять будет Коммунизм В его первой стадии Социализм Но для того Чтоб это Россия Пришла Чтоб Россия Пришла К этому Надо Чтоб она Не перестала Существовать Если сейчас Мы не поддержим Вот эти меры А будем Делать Чтобы развалилась Россия Ну развалится Как Советский Союз И что Сейчас мы В рамках Советского Союза Можем просматривать Потому что У нас Многие Сторонники И в рабочем движении Чем хуже Тем лучше Для рабочего движения И где сейчас Рабочее движение Советского Союза Прибалтика Уже не в союзе Советских Социалистических Республик А в союзе Европейских Государств И блок НАТО Там уже шагает И Молдавия И Украина И Среднеазиатские Республики И Закавказские Республики И стран СЕФНИТ И Нету Варшавского Договора А везде уже Блок НАТО Наступает Мы что хотим Чтобы развалилась Россия И чтобы были авторы Как у Развала Советского Союза И Тогда Что будем По удельным Княжествам Мы Отстаивать Будущий Общественно-политический Строй В его первой Стадии Коммунизм В его первой Стадии Социализм Так? Нет, конечно Поэтому Историческая Миссия Капитализма Вот Основа Сделана Материальная Ваза Конечно Ее надо Укреплять Развивать Чтобы страна Мощная Была А когда И будет И мощная Страна И будет Завод И будет Рабочее Движение Как Ленин Говорил Заводы И фабрика Тогда и будет И дальнейшее Движение Развитие Спасибо Рабочее Движение Переходим Поступление Кто желает Выступить Так Кто желает Выступить Пожалуйста Руку И сюда С места Можно Нет Семен 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 У меня Микрофон А то У нас И так Оператор Пришел Значительно Позже И Под конец Лекции Семен 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 Пожалуйста Смыхайте Микрофон Микрофон У вас Не слышно Будет Не надо Выступать Так Нет желающих Выступить Есть Пожалуйста Михаил Я хотел бы Сказать Что При решении Такой проблемы Которую мы Рассматриваем Мы должны Стоять На каких Позициях На позициях Классовых На позициях Рабочего Класса Значит Рабочий Класс Может быть Большой Стране Может быть Маленькой Можно сделать Много Маленьких Стран К чему Дело ведут Противники Вообще Социализма Чтобы Россия Никогда Не было Полем На котором Может вырасти Социалистическое Государство Мы Знаем Сейчас Наблюдаем Если мы Будем Обозревать Всю структуру Капиталистических Стран То Они Очень Резко Делятся На Две Крупы Очень Немного Государств Которые Являются Грабителями Являются Крупными Государствами В этих Государствах Покармливается Рабочее Движение За счет Ограбления Других Стран И поэтому Там Нет Никакого Толчка К революции Серьезного И Есть Страны Нищие Капиталистические Особенно Африканские Страны И Понятно Что Никакой Надежды Что В этих Странах Может Произвестись Старистическая Революция Нет Потому Что Некоторые Товарищи Которые Обсуждают Вопрос О том Как В какой Стране Может Революция И Как-то Не Усвоили Одну Простую Истину О которой Говорил Ленин И Сталин Что Цепень Реализма Может Быть Разорвана В Самом Слабом Звене Это Не Слабое Государство А Слабое Звено Это Такое Звено Которое Имеет А Значительный Экономический Потенциал Поскольку Как писал Ленин Крупное Машинное Производство Полная Материальная Подготовка Социализма Когда Она должна Произойти При Социализме Или При Кавитолизме При Социализме Курсер Революция Разруха Будет Я думаю Никто Не должен Сомневаться Потому Когда Начинается Такая Большая Борьба Идет Падение Производительных Сил Выступать За развитие Производительных Сил Вообще Всегда Нужно Если Состоять На Позициях Исторического Материализма То Что Все Развитие Человечества Связано С Развитием Производства Одно Дело Поддерживает Капитализм А Другое Дело Поддерживает Производство Хотя Б Это Или Феодализм Или Рабовладение Развитие Человечества Связано С Развитием Производства Не будет Материальной Основы Олень говорит Что Материальную Основу Социализм Означает Составляет И банки Поскольку Это Идеальное Бухгалтерянное Общество И почта И телеграф И все Те средства Связи Которые Вырабатываются Капитализмом Поэтому Тот Кто Хочет Кто Хочет И Надеется На Второе Издание Социалистической Революции А мы об этом Тем более Задумываемся Что Следующий Год Это Год Столетия Великой Октябрьской Социалистической Революции И тот Кто Следит За Ситуацией Общественно Политической В других Странах Может Видеть Нигде Серьезного Я Если Не брать Социалистические Страны Сейчас О которых Мы говорили На прошлом Занятии Нигде Серьезной Классовой Борьбы Большой Нет Вот Даже Та же Самая Греция В которой Часто Очень Бурные Выступления И В выступлениях Входится В конце Концов К тому Чтобы На выборах Проволосовали Это называется Призыв К свержению Буржази Там нет Того С чем Связано Создание Советов Там не закрепляется Организационно То что Достигается В ходе Такой Бурных Манифестаций И бурных Каких-то Собраний Или Митингов То есть Вот если мы будем обозревать Вообще Все поле Класса Бурных То Мы видим Что Россия И российскому Рабочему Классу Надеяться На то Что Революция Будет В какой-то Другой Стране Сейчас Не приходится И поэтому Что касается России В современном Мире То Что касается Россия В современном Мире То Она Стоит Перед Такой Дилеммой Как Страна Капиталистическая Как Страна Которая Существует В условиях Империализма Ну и Хоть Как Рассказывал Борис Николаевич Самый Совершенный Я бы В таких Красках Не стал Говорит Империализм Это Что Высшая И последняя Стадия Капитализма Умирающий И загнивающий Капитализм Поэтому Загнивающий Вряд ли Надо Считать Современным Ничего Тут Государственно Монополистический Капитализм Это Высшая Последняя Стадия Капитализма Но Это Умирающий И загнивающий Капитализм Поэтому Россия Стоит Перед Сем Либо Ее Столкнут В Разряд Тех Стран Которые будут Грабить Только А Россию Грабят Уже Давно Начиная С периода Ельцинского Грабят Грабят Играбят И в этом смысле И новое руководство Не остановило Этот грабеж Я новое руководство Имею ввиду Путинское Разговоры Всякие Были Но Обещания Были И Довольно Жалкие Потому что Мы не дети Маленькие Мы понимаем Что Если Вы делаете Концепцию То Для того Чтобы Она Работала Нужно Что Не Подписать Ее Просто Как Сделал Владимир Владимирович Что Он Как Председатель Правительства Подписал Это Кому Обязанность Ее Выполнять Если Председатель Правительства Подписал Обязанность Выполнять Это При Обсуждении На Заседании Правительства Постановление Правительства Есть Нет Это Нормативный Документ А Подпись Председателя Правительства Ненормативный Документ В Думе Рассмотрели Приняли тогда была бы она законом, а закон, между прочим, надо выполнять, нет, ее туда, что не могут направить, что не знает Владимир Владимирович, как надо действовать, что не надо направить, он направил ее в Думу, нет, в Совет Федерации нет, там что, противники, там вот вроде Матвейденко и Нарышкин вроде бы, все они поддержат, то есть мы вот наблюдаем, что нынешний буржуазе, который изображает из себя правящее сторонников самостоятельного развития России, сторонников подъема российской экономики, импортозамещения, говорит одно, а на самом деле, мы наблюдаем, что больше имитирует эту заботу, потому что, когда говорит об импортозамещении, потом появляется, кроме Сапсанов, еще и Ласточки, потом Стрижи, закупаются одни Боинги, Ромусы, наша, так сказать, промышленность не обеспечена заказами, потому что заказы по-прежнему отдаются за рубеж и так далее и тому подобное, то есть я хочу сказать, что вот ситуация такая, как было, когда Ленин писал свою работу «Градящая катастрофа» и как с ней бороться. Он так и методически написал, что вот все те меры, которые он там рассмотрел, вот какие вот называл сегодня и Борис Николаевич, все меры поддельности, все они совместимы с капитализмом, то есть у них такого ничего специфических, социалистического нет, потому что это не планирование этого программы, или там это государственные заказы, во всех странах есть государственные, в крупных, во Франции есть, в Америке есть и так далее. То есть все эти меры известны, все эти меры расписаны, все о них знают, все говорят, а почему ничего не идет? Ну, потому что не идет, потому что руководство боится тронуть тех, кто стоит на охране награбленных богатств. Тронуть, хотя вот тот же Оланд во Франции не боится того, чтобы стребовать с них 56,8% дохода в соответствии с прогрессивной скалой налоги. Почему? Потому что там капиталисты во Франции, но они более коллективисты, как капиталисты, они понимают, что если они больше возьмут, а потом они получат больше от этих заказов. Может потому что они потом народу отдадут. Нет, они получат заказы, они получат развитие производства, получат усиление своей французской экономики. Сказать, что от этого выиграет рабочий класс? Нет. Крохи там получает рабочий класс французский от этого всего. Поэтому нельзя думать, что Оланд прямом социалист. Это все те меры, которые нужны для развития производства, как капиталистического производства. Но Ленин делает такое заключение. Вот если вот никто не будет делать, а если мы будем на этих мерах настаивать, и они не будут делать, то есть они постепенно сами себя подводят, и мы их к этому подводим, что они не способны, что правительство буржуазное не способно даже буржуазную Россию развивать. Вот к чему мы уже подходим. Уже вот лет 10 уже этот разговор идет, и если раньше хоть отвечали положительно, или какие-то меры принимали, сейчас вот все это завяло, какие-то показные совещания делают, пустые совершенно, и никаких там серьезных вообще решений не было, и не будет. Потому что компания эта очень простая, есть высшая школа экономики, это центр иностранного влияния на территории России. Ректором является Кузьминов, жена его, Набиулина, она руководитель Центробанка. Они действуют в интересах иностранных государств. И это не я сказал, это написано в докладе для Совета безопасности Сергея Глазьева, который является советником. То есть сегодня невооруженным глазом видно, что вот эта финансовая верхушка, по существу, действует в интересах иностранных государств на разрушение России. А руководство российское, высшее и президент, и премьер, они по существу потворствуют этому. И это ведет только к одному. К тому, что рабочий класс, если мы на этом будем настаивать, на чеках этих мер, настаивать, и все увидят, что эти меры не принимаются, то отсюда вытекает один очень простой вывод. Что следовательно, никакое буржуазное правительство, даже вроде из хороших людей, как говорят, лично некоторым знакомым, никакое буржуазное правительство развивать не может Россия, даже буржуазную. Поэтому надежда может быть только на одно, что надо, чтобы правительство пришло рабочего класса. Что у Ленина и написано в книге, грозящей работе, грозящей катастрофой, как с ней бороться. Вот я думаю, этот вывод, который сделал Ленин, я думаю, что мы должны сделать и выводом сегодняшнего нашего собрания, по итогу этого обсуждения. Спасибо, Михаил Васильевич. Так, ну, у нас время уже все истекло, но я заключительное слово Борису Николаевичу. Я вас благодарю, что мы достаточно активно обсуждали меры. И, конечно, вот так бы, если активно, с интересом обсуждали меры на исполнительном, на законодательном уровне, было бы здорово. И тогда бы не было угрозы, как и Глазев сказал, существования России, а мы бы чувствовали, что Россия мощно развивается. И вот это мы и должны. Вот задавали вопрос, а как классовая борьба? Конечно, классовая борьба должна на что быть направлена? На те действия, которые принимаются правильно буржуазной властью, которые идут на развитие России, конечно, должны мы поддерживать. Ну, вот, например, у нас сейчас все любые мастер-карт, виза там, все иностранные. Самая большая система UnionPay, China UnionPay, китайская, казалось бы, мы с Китаем, а она, где у нас там, в Крыму и где-то еще, и все, и не увидишь. Наконец-то Банк России и то, что и предлагал Глазев, вот сейчас только что пошла мир, наша платежная система. И вот на банковской карте, видите, мир, это наконец-то российская платежная система, но ее же нет пока. И можно перечислять, будет все на границе. Легко. Да, это болезнь. Ну, вот, все, ну, это хоть российская, вот, все действия, которые направлены на развитие России, это надо поддерживать и в классовой борьбе. Тогда мы знаем, что Россия останется существовать, она не будет расчлена, как Югославия, она не будет, как сейчас пытаются Сирию расчленить. А нам никакие угрозы тогда не будут страшны, ни со стороны Турции вместе в коалиции с Украиной, с Евросоюзом и с НАТО, и еще, может, кого-то подключат, или за медовитый океан богатства, или еще что-нибудь причины найдут, почему демократии недостаточно, не нападают на того, кто сильный. Поэтому мы, спасибо, что мы 17 декабря обсуждали меры. Сегодня, ну, вот сегодня эфир у нас не полностью будет, потому что оператор у нас задержался значительный, одна треть или одна четвертая мы записали. Но то, что мы обсуждали меры, правильно, и надо везде двигать, чтобы меры обсуждали на всех уровнях, принимались, и Россия развилась. Спасибо за внимание. Спасибо, Игорь Николаевич. Спасибо.